Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Я сегодня чуть не потерялся, сплыл на поверхность. Но потом все нормально, инструктор меня нашел. Даша Черных свое первое погружение под воду совершила в 10 лет. С тех пор она каждый год приезжает сюда, в Анапу, чтобы полюбоваться красотами подводного мира. На какую глубину ты сегодня ходила? На 6 метров глубину. Ну, расскажи, как ты себя под водой ощущаешь? Хорошо, баллон вообще не чувствую, но он только у меня переваливался. За время работы Акваглобуса многие гости курорта стали связывать свой отдых с манящим и загадочным словом – дайвинг. Я уже выучилась по системе дидей на дайвера. Потом приобщилась к своего среднего сына. Он у меня сейчас работает в кладе, тоже в дайв-центре. Потом младшую дочку. В прошлом году у меня старший сын с невесткой приезжали, тоже поныряли, ему очень понравилось. После первого погружения каждый интродайвер для работников клуба становится своим. Здесь поздравляют с первым погружением, а если у человека в этот день еще и день рождения, то тут поздравить с праздником, как говорится, сам Бог велел. Окунуться совсем в другой мир, который живет по своим законам, дайв-клуб предлагает и людям с ограниченными возможностями здоровья. Наталье Макаровой, тренеру паралимпийской команды Анапы, подвластны многие виды спорта – теннис, волейбол, стритбол, легкая атлетика. Сегодня она решила покорить Черное море. Никита Ванков после травмы, которая случилась с ним на реке Анапка, благодаря своему упорству смог не только встать с постели, но и сделать пусть пока неуклюжие, но первые шаги. В жизни Никиты появилась книга, точнее методика по восстановлению организма после компрессионного перелома позвоночника, знаменитого силача Валентина Дикуля. На протяжении пяти лет по три часа в день он выполняет различные силовые упражнения, постепенно увеличивая нагрузку. Наталья и Никита – люди с большой силой воли и стремлением к жизни, которые для себя решили попробовать все, что могут обычные люди. Инструкторам в работе приходится нелегко. Вес желающих погрузиться под воду значительный. Сначала они несут их на руках, а далее опускают на специально предназначенном для этих целей кресле, которое дайв-клуб приобрел благодаря одному из спонсоров. В дайвинге важно не столько умение просто плавать под водой с аквалангом, сколько умение делать это правильно и безопасно вернуться в привычную воздушную среду. Главная формула для инструктора – надежность, безопасность, комфорт. За все время пребывания под водой, а также вне воды, они делают все возможное, чтобы времяпрепровождения здесь людей с ограниченными возможностями здоровья не было омрачено никакими опасными неожиданностями. Впечатления, конечно, как, ну, шикарные, по-другому просто не скажешь. Единственное, ну, ощущения такие, что ты плывешь вот сам, подводный мир. И главное, что ты можешь дышать под водой. Вот это ощущение. Сначала, как первый раз вот погрузилась, было, что я сейчас захлебнусь, я сейчас захлебнусь. А оказалось, нет. Ну, шикарно, рыбки плавают. Страшно было? Нет, не страшно. Сразу понял, как дышать, что, как делать? Ну, не сразу, но прошло минут 5-10 и уже освоился, понял. А на какую глубину погружался, знаешь? На 6 метров, да. Ну, расскажи, что под водой видел. Якорь, торпеду видели, потом лопасти, а самолеты видели. Я вам не только скажу, я вам еще и покажу. Вот это он написал самостоятельно под водой, оттолкнул меня, убрал мои руки, убрал мое сопровождение, взял планшет и написал. Плыть сам. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.